Ну что ж, мы начинаем наш разговор о третьем туре чемпионата России и сосредоточимся на первой встрече, где сошлись Локомотив и Уфа. Вообще, я ждал этой игры, мне казалось, что здесь будет настоящая битва, и мое предчувствие меня не обмануло. С вами снова Константин Калуцкий, и хотелось бы отметить, что здесь первоначально было ясно, что Локомотиву придется нелегко, потому что, во-первых, клуб сейчас находится в сложной ситуации, столько слухов, домыслов о том, что этого продают, другого продают и так далее. Это, конечно, не может не сказаться на коллективе, как не может не сказаться на команде и отсутствие крыховека, который уже объявлен в качестве новичка Краснодара. И тут они налетают на Уфу. Команду, которая регулярно играет с московскими командами, они, наверное, устали уже от московских соперников. У них прям сплошь в календаре игры со столичными командами, и при этом, знаете, хоть они и проигрывали предыдущие встречи, но при этом всегда давали бой, всегда показывали зубы. Поэтому лично я сразу понимал, что здесь будет заруба. И в результате Локомотив столкнулся с максимально тяжелым сопротивлением, и это был настоящий бой, давайте разберем. Эта игра стала, наверное, тяжелейшим испытанием для красно-зеленых в этом текущем сезоне, хоть они и играли с ЦСКА, но именно Уфа смогла задать жанру. И давайте обсудим, каким образом действовал Локомотив, как отвечала Уфа, и какие выводы можно сделать из этой встречи. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и, разумеется, мы начинаем с разбора стартовых составов играющих команд и пробежимся по Локомотиву. Крыху века здесь уже нет, но, в принципе, состав все равно смотрится неплохо. Хотя некоторые позиции, ну, выглядят, так скажем, экстравагантно. Например, в центре защиты снова появился Макеев. На этот раз вместе с Пабло, ну, в принципе, этот футболист может действовать в центре защиты. Но, с другой стороны, мы как-то привыкли, что Макеев – это все-таки больше центральный хавбек в Локомотиве. Но, возможно, здесь Николич пытается как-то по-новому раскрыть футболиста. Сельянов справа в обороне, слева – Рыбус. В центре поля – Куликов и Баринов. Вот мы видим, как много футболистов молодых, российских, Куликов, Баринов, Рыбчинский слева в атаке. Плюс к этому Макеев, Сельянов. В общем, любо-дорого смотреть. Знаете, в свое время, может быть, в шутку, а может, всерьез, предыдущие руководители Локомотива обещали делать ставку на молодых отечественных исполнителей. Вот, пожалуйста, Николич так или иначе реализует данный план, хотя то руководство уже, слава богу, свалило. Я про Кикнадзе, Мещерякова и остальных, но так или иначе. Делать ставку на молодежь – это похвально. Справа действует на позиции атакующего хавбека Жималединов, ну и плюс впереди – в атаке Камано и Смолов. Что касается Уфы. Здесь достаточно любопытно было смотреть на подбор исполнителей, потому что много новых лиц, много новых игроков, но есть и привычные люди, например, Беленов на воротах. А вот в центре защиты появился, например, Журавлев – персонаж, достаточно новый для нашего российского футбола. Тут же Йокич, тут же появился и Плиев, и с правого фланга их всех поддерживает Бауэр – футболист, который, как мне кажется, один из лучших правых защитников в чемпионате России. В опорной зоне связка достаточно привычная – Камилов, Мерзляк и Иванов. Любопытный, кстати, тандем. Камилов – это игрок такой, ну, не столь искушенный в плане атаки, но тоже, который может быть полезен впереди. Иванов – это вообще скрытый плеймейкер, ну а Мерзляк – это игрок, который очень активно подключается с полуфланга, который здесь заработал пенальти важнейший. Поэтому в каком-то смысле эта тройка центральных афбеков могла быть оборонительной, а в каком-то смысле атакующей. Ну и впереди Кротов и плюс, разумеется, Агаларов – один из героев прошлого матча в составе Уфы. Человек, который вышел со скамейки и показал класс. На этот раз ему доверились с первых минут, чтобы он вышел в основе. Первый тайм этой встречи получился невероятно событийным, ну и, кстати, невероятно долгим. Здесь все затянулось чуть ли не до часу игрового времени. Я, конечно, преувеличиваю, но, учитывая то, какая была драматическая концовка, здесь реально было ощущение, что первый тайм затянулся на целый час. Ну и хотелось бы отметить, что этот тайм можно по праву назвать лучшим в исполнении Уфы в этом сезоне. Хотя многие скажут, что еще против Динамо хорошо показали себя уфимцы во втором тайме, когда вышли и сумасшедшим настроем играли, и чуть не отработали, чуть не отыгрались против московского Динамо. И там действительно все было очень круто, но там было больше эмоций. А здесь уже было очень много тактики. И мне кажется, что главный тренер Уфы Стукалов смог подстроиться под Марка Николича и очень удачно, скажем так, воздействовать на слабые позиции локомотива, которые сейчас действительно немножко подвисают. И хотелось бы отметить, что в первом тайме по статистике мы увидели достаточно показательные цифры. 55 на 45 процент владения в пользу Уфы. То есть они не играют вторым номером. Ну и 6-3 по ударам, самое главное. То есть били по воротам, они активнее. Ну и в принципе Уфа, что с ЦСКА, что с Динамо, что теперь с локомотивом, играет очень смело. Поэтому, повторяю, московским клубам они задают жару. И стоит отдать должное Уфе, это команда с характером и с яйцами, простите за выражение. Если говорить о, скажем так, системе игры, то, разумеется, Уфа базировалась на универсальности своих футболистов. Три центральных хавбека, которые поддерживают трех центральных защитников. То есть такой кулак в середине поля. Ну и, кстати, достаточно активные ребята на флангах. Тот самый Бауэр на правом фланге. К слову, всем запомнилась вот эта замечательная девица, которая предлагала обменять футболку Бауэра и отдать ей. Она там была, ну так скажем, в нижнем белье и просила передать ей, вот так скажем, футболку этого футболиста. Ну и плюс замечательный игрок на левом фланге из Анголы, с которым мы только будем знакомиться. Фамилия которого мне очень напоминает слово Камасутра. Вот, в общем, такие эротические моменты, что справа, что слева у Уфы. С одной стороны Бауэр, которому девушка предлагает передать ей футболку, с другой стороны Камасутра. Ну и в результате эти ребята устроили настоящую Камасутру на флангах обороны локомотива, создавая здесь достаточно много опасности. Ну и в частности, вот этот Анголец смог отдать опаснейшую передачу на Мерзляка, после которой тот мог забивать, но Гильгерма потащил опаснейший момент. И как-то символично, Мерзляк тот самый, который чуть позже сможет заработать пенальти. Важнейший еще и принесет команде численное преимущество, потому что Байенов отправится отдыхать. Вот здесь весьма и весьма любопытно, что именно таким образом сложилось все, что Мерзляк уже, казалось бы, показал себя. И было заметно, что вот эта проблема, что нужно сдерживать как-то вот этого игрока. Но первый звоночек был упущен, и потом локомотив за это поплатился. А вообще вот эта фланговая активность при очень мощной середине поля оказалась эффективна для Уфы, потому что, на мой взгляд, все-таки Сильянову пока что не хватает опыта, а Рыбусу, напротив, не хватает молодых ног в некоторых ситуациях, от него можно уйти на рывке. А вот что касается Уфы, они здесь создавали ударные кулаки за счет вот этих активных латерарий, которые в рамках схемы 3-5-2 уфимские могли полностью сосредоточиться на атаке, особенно когда их команда больше владеет мячом и, в принципе, не так много обороняется. Ну и во-вторых, что очень важно, Мерзляк и другие футболисты полузащиты и атаки, они регулярно смещались на фланги, полуфланги, организовывали здесь ударные кулаки, которые создавали моменты. Ну и в результате Мерзляк зарабатывает пенальти, вторая желтая карточка Баенова, удаление. Это был именно второй горчичник. Я не знаю, вот сейчас есть такое предложение отменить двойное наказание, чтобы не было удаления и пенальти одновременно в одной ситуации за один и тот же фолл. Но здесь все-таки вторая желтая, это непрямая и красная, поэтому здесь даже о двойном наказании нет смысла говорить. Здесь Баринов действовал, видимо, ну скажем так, опрометчиво в данной зоне. И как итог, 1-0 по итогам первого тайма вперед вышел именно уфимский коллектив, хотя на старте встречи все-таки самый хороший момент был у Локомотива, чтобы забить. Ну вот так тоже все бывает разворачивается на 180 градусов. Могли железнодорожники выйти вперед в самом дебюте встречи, у Камано был хороший шанс. И если бы они забили, не исключено, что все бы закончилось разгромом Уфы, потому что башкирам пришлось бы идти вперед в атаку, а Локомотив в этой ситуации на контр-выпадах работает великолепно. Но не сложилось. И в результате во втором тайме, конечно, картина игры поменялась, Локомотив уже больше владел мечом, но момента создавала Уфа. И Уфа великолепно действовала впереди, она пользовалась слабостями обороны соперника. И, конечно, тут нужно отметить, и Иванов попал в перекладину, и были другие шансы, другие эпизоды. И, в общем-то, Агаларов мог забивать на добивание, там был у него отличный шанс. И Гильермо здесь приходилось работать в поте лица. Вот ей-богу, Уфа подкупает своей дерзостью, своей смелостью и так далее. Но, знаете, вот обидно немножко за команду. С Динамо не удержали сенсационную ничью, проиграли. И вот здесь Марко Николич все-таки воспользовался. Очень мощные скамейки запасных, которые есть у Локомотива. Тут хороший подбор исполнителей. И в результате в забитом мяче поучаствовал и Лисакович, и Живоглядов здесь также поучаствовал. И вот эти замены сыграли в пользу Марка Николича. Его команды смогли здесь железнодорожники отыграться. Но при этом нельзя не отметить, что в целом матч Локомотив показал не самый яркий. И, ну, как бы это сказать. Я не люблю рассуждать о том, что вот одна команда заслужила победу, другой нет. Но мне кажется, что Уфа здесь была ближе к успеху, ближе к твоим очкам, чем железнодорожники. Таково мое мнение. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.